Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы получаем стремительное массование абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас хочу вам рассказывать о моем новом помощнике. Я купила такие булавки на Алиэкспресс. Как снимать, как пользоваться такими булавками, многие знают, многие пользуются спицами, но мне кажется, булавка удобнее тем, что ее не нужно зажимать с двух сторон, как спицу. Защелкнули и у вас вязание сохранилось. То есть я использую эти булавки для поворота вязания, либо для хранения, либо для того, чтобы часть петель подержать на булавочке, пока мы вяжем какой-то фрагмент. Очень удобно. Булавки пластиковые. Не знаю, насколько это долговечное покрытие, как долго они будут служить, но плюсом этой булавки я могу назвать ее тупость. Она тупенькая такая, то есть в меру острая, но при этом она не деформирует, не рвет полотно, не рвет ничь. Это очень хорошо. Итак, как снимать, как пользоваться. Так, берем наше полотно. Мне его нужно отодвинуть от угольницы, потому что такова особенность моей машины. У кого машина не держит полотно, тем проще. И просто снимаю каждую петлю на эту булавку. Можно подумать, что времени занимает много, да много. Это, конечно, не гартер бар, где все буквально за секунду происходит, но и не бросовая нить, которую мы должны сначала провязать, потом провязать несколько рядов, провязать катушкой, несколько рядов бросовой ниткой, перевернуть, потом проделать то же самое, что я сейчас делаю. Сейчас буду делать в обратном порядке. То есть надеть эти петли. Может быть, кому-то по старинке больше нравится пользоваться бросовой ниткой, но я попробовала булавку, честно говоря, мне понравилось гораздо больше. Именно потому, что и вязание хранится, и не страшно, что петли распустятся, потому что если мы снимаем полотно на долгое время на бросовой нитке, нам придется эту нитку закрывать. Времени это занимает гораздо больше. Если же оставить брошенными открытые петли вспомогательные нити, они могут распуститься, и вязание у нас тоже распустится, придется его поправлять. Это займет времени гораздо-гораздо больше. Булавка исключает эту возможность, если, конечно, вы ее закроете. Можно спицей. Спицей с зажимом с двух сторон тоже, наверное, удобно, но, мне кажется, булавка в этом деле ничуть не хуже. Вот, надели на булавку. Поскольку я вязание буду переворачивать, каретка должна переехать в другую сторону. Многие об этом забывают. Потому что рабочая нить у меня переворачивается вместе с вязанием, оказывается совсем с другой стороны. И теперь моя задача это вязание надеть обратно на иголки. Все, я беру. Можно так просто попытаться надевать. Можно при помощи шильца. Мне удобнее с шильцем. Потому что... Ну, может, надо приноровиться как-то особенно к этой булавке. Не знаю, мне кажется, что с шильцем тоже достаточно быстро все это дело происходит. Вот, надеваем и наше вязание считается перевернутым. Петли отлично видны, какие бы они ни были. В отличие, опять же, с помогать на нити, ничего не путается. Если где-то у меня есть накиды, если где-то у меня есть ажуры или что-то еще, я их не потеряю, потому что каждая петелька, вот она, отдельно на булавке надета. Все это достаточно быстро и удобно. Не надо разводить эти нитки бросовые. Многие, на самом деле, с этим проблемы. Я эту проблему... Ну, по крайней мере, пока решила. Может быть, потом появится какой-то еще более удобный способ. Потому что, например, для таких машин гартербара вообще не рассматривается. Его, в принципе, нет. Для машин Нева Северянка гартербара это 4,5 мм. Между иглами здесь, расстояние немножко другое, поэтому и вариант такой не получится. Итак, все петли быстренько снимаем на иголки. Чем, опять же, удобен этот способ, что вязание достаточно широкое, можно стянуть на эту булавку, и она будет отлично сохраняться. То есть, не нужно держать в нейтральный размер, вот такой ширины, какое-то полотно. Ну, вспомогательная нитка, на самом деле, дает такой же эффект, только не дает такой скорости. Однозначно, булавка быстрее. Вот сколько времени у меня ушло на переворот. И сколько времени я бы это делала в виде вспомогательной нитки. Если вам понравилось это видео, оно было вам полезно, нажимайте, пожалуйста, «Нравится», поделитесь с друзьями. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. Ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению любой машинки с нуля. И не забудьте приходить на наши вязальные открытые посиделки по вторникам и четвергам. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...